И в продолжение темы. Ещё одно праздничное мероприятие, посвящённое Дню государственного флага, состоялось в Северном парке. Участниками спортивного и творческого праздника стали ребята, занимающиеся на летних дворовых площадках Славянска-на-Кубани. На открытии с приветственным словом собравшимся обратились почётные гости – глава города Александр Берсенёв и начальник управления по делам молодёжи Олег Смольников. Рад действительно вас видеть на этой площадке. Удачи вам, сдачи в ГТО. Я думаю, каждый из вас спортсмен, я же вижу, уже за лето набрались силы, спортсмены, вы все нормы ГТО сдадите в университет. И я думаю, что с отличными, как говорится, не от сельском, а с назначами, да? Вот, видите? Да. Я очень рад вас видеть. Удачи вам, друзья мои. Ну и всего доброго. Праздничное мероприятие началось с показательного выступления военно-патриотического клуба «Юный десантник». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Затем руководитель Славянского отделения Союза казачьей молодёжи Александр Варнавский рассказал о работе молодёжных объединений, российском движении школьников, юнармии, клубах, районах, где ребята смогут реализовать свои творческие способности. Праздничную программу продолжил тематический интерактивный квест «Родина моя», в котором приняли участие 12 команд. Сотрудники отдела по работе с молодёжью, культуре и спорту администрации города совместно с волонтёрами клуба «Синергия» организовали работу станций «Самый здоровый», «Самый музыкальный», «Самый догадливый» и другие. Ребята отвечали на опросы о символике страны и края, а также выполняли творческие задания и упражнения на командообразование, исполняли государственный гимн России. «Славься, Отечество наше свободное!» Лучше всех заданиями квеста справилась команда «Колибри». Они и стали победителями. На втором месте – команда «Стикеры», на третьем – дворовая площадка «Дисней». Помимо творческих заданий, ребята также приняли участие и в спортивных состязаниях. Участники дворовых команд сдавали нормы ГТО. Юным спортсменам необходимо было выполнить наклоны на гибкость, сгибание-разгибание рук, отжимание, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа, а также показать свои способности в стрельбе. Сотрудники центра «Тестирование ГТО» подвели итоги. Лучшей стала команда «Стикеры» – улица Краснодарская, 119, на втором месте – «Поколение», улица Дельская, 330, на третьем – «Дисней», улица Краснофлотская, 3. Все победители и призёры были награждены грамотами и подарками. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».